МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Урочистый прием у гонор 8-го соковика. Будучи урочи, сегодня про свое первое место працы доведались по курьеру студенты Медицинского университета. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Справы житевые. Старшиня Гомельского облаканкама Владимир Дворник сегодня провел прием грамадзян у Петрикове. Пытания, за якими звертались люди до керавника региона, отыщились от доброго парадкования, жилево-коммунальной господарки и праца у Латковани. С подробностями Максим Савин. У двухповерховым 16-кватерным доме по улице Коммунальной 108 есть о малюсе коммунальные доброты, водопровод, канализации и газ. Минус один. Кватеры отяпляют с дровами. Жихары жадают перейти на газовое отяпление. Дарычи газ подвяли больше за 6 годов тому. Правда, выкористовывать его можно только для плит. Люди готовы за уластный кошт зарабить внутренную разводку. А вось проект с внешних сеток вельми дороги. Валентина Кудровец и Ганна Лапета пришли до Владимира Дворника за допомогой. Старшиня был выконкам оставить задачу у стислое сроки разглядеть усе махчимые варианты выращения проблемы у тым лику и махчимость выкорыстания электричности для отяпления. Актуальное гэта пытание и тому, что у Петрикове жихары ясче некальких домов находятся у подобной ситуации. Внутри мы можем котлы, трубы и плюс батареи. Это мы можем, это тоже как бы деньги. А проект, это проект, мы просим, чтобы, ну, за счет помощи, может, нам губернатор что-нибудь поможет, коммунхоз. Очень хорошо поговорили. Он нам пообещал, что решится этот вопрос. Ну, нас потом будем ждать ответа. Некальки пытания утычились от доброупорадкования райцентра, рамонту дорог. Владимир Дворник запеунил, до дня незалежности Петриков будет не познать. У Гомельской области протягивается практика комплексного доброупорадкования райцентра. У гэтым годзин на чарзе Петриков работы уже распочались, и обновлений закарануть усю инфраструктуру города. Петриков для нас особый город, потому что здесь поручение президента привести вот этот Полесский регион в идеальное состояние. И мы постараемся сделать все для того, чтобы создать условия жизни здесь, как можно лучше для людей, ну и выполнить поручения главы государства по наведению или приведению этого города в идеальное состояние. Что касается объектов, то, конечно, я не хочу сегодня сказать о какой-то значимости каждого объекта, но мы пройдем все. От медицины, образования, культуры, спорта. Каждый объект должен быть в идеальном состоянии к завершению строительных работ до Дня независимости. По выниках приема Владимир Дворник отзначил, что бачна добрая работа мясцовых уладов с насельництвом. В острых пытаниях не подымали. Проблемы, с якими звертались люди, носят звычайный, життёвый характер. Максим Савин и Оген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» с Петрикова. Милые и чаровные, напереды Днем Международного Женочного дня в Гомельском громадско-культурном центре пройшел урочистый прием женщин к керавництвам Абл-Ваканкама. На встречу из всех районов области приехали представницы самых разных профессий, которых объединивает мкнение до саморазвития и достигнение новых вершин. Кожная из 60 запрошенных женщин выдатница у своей сферы деятельности. Наставница, урачи, державные служащие, супрацовницы органов внутренних справ, спортсменки и працовницы сельской господарки, ветераны працы. Такие разные, однако однольково активные. Они делают мужчин мощнейшими, а свет – больше гармоничным. Кожная неглядящая занятость заховывает свои женочные якости, добрыню, разумение, тепленью души и любовь до своих близких. А прикладом для пераймания для многих з'являются их мати. Как и все, равняюсь на своя мать. Она у меня всю жизнь тоже трудилась, и я пошла по ее стопам, в принципе. Поэтому трое детей тоже, как и у мамы. Урачистый прием – это не только святочная подея, али и признание профессионных досягнений, громадских заслуг и важкого уклада женщин в развитии нашего региона и страны в уголе. Наша область поистине богата достойными, умными и талантливыми женщинами. Ведь женщина – это целый мир. Самому лучшему, самому доброму, самому святому в нас мы обязаны вам, наши дорогие женщины. Не будь вас, не было бы и самой, и в жизни. Под час встречи гучали еще шмат венчаванев и пожаданев, теплые слова, у адрес каждой из запрошенных. У пригожили святомузичные выступления творческих коллективов и виконавцев з усяго региона. Евгения Кухарона, Кихар Маришченко, телерадио «Компания Гомель». У Гомельском государственном медицинском университете отбилось важное мероприятие. Кали 600 будущих выпускников сегодня доведались об месте своей будущей работы. Под обязанностью в материале наших корреспондентов Пауло Мехно. Сегодня у стенок Гомельского государственного медицинского университета было по-соправдному оживлено. Сотни молодых людей у белых халатах у Схвалявана рыхтавалися до выникового размеркования, мероприемства, от якого залежит лез кожного выпускника в ближайшем будущем. Мы стремимся к этому дню, начиная с первого курса, с момента поступления. Кто-то идет к своей цели, начиная еще со школьных времен, кто-то меняет свою цель уже в университете. Поэтому сегодняшний день, который решает все. Мы молодая семья. Для нас очень важно распределиться вместе, в один город. Наличие жилья на нас тоже приветствуется. Якушер-гинеколог, супруг отрино-ларинголог. Для нас это очень волнительно, но мы надеемся, что все пройдет благополучно. Вопускники этого года держали достаточно мощную подрыхтовку и имеют высокий средний балл. Тому до початку работы комиссии, начальники управления у Аховы здоровья и головногорача Медустанов особисто приехали на мероприемство, как позмогаться за талиновитых выпускников. Как минимум два дня шел предварительный поиск взаимоприемлемых вопросов трудоустройства. Насколько я знаю, сейчас мы, наверное, просто будем подтверждать в какой-то степени. Неформально, конечно, но в любом случае подтверждать тот выбор, который сделал выпускник и ВУЗ совместно. Конечно же, будучи наниматель. Как означают специалисты, праца по размиркованне – это добрая школа профессионального опыта. Молодые люди отправляются именно в тое место, где в их ведах действительно имеют потребу. Причем гомельских выпускников чекают не только в нашей области, но и в других местах страны. А это еще раз подкрескивает престиж адукации, отриманный в Гомельском медицинском университете. Павел Михно, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель». В поправочной колонии номер 4 сегодня отбылась премьера пироспектакля. Такий подарунок до 8-го соковика подрихтовали осудженные еще одной же ночью поправочной установы ПК-24, якая находится в Режицком районе. За день им на сцене назирал наш корреспондент Олег Сентюров. Реализация проекта «Театр Утурме» началась в 2004-м. Вот тут у 4-й жанучей колонии у Гомеля и от шеп развода отбылась премьера. Сегодня «Ты я, пешая актриса». Уже на свободе. Никто из их у поправочной установы больше не вертался. Сегодня проект «Театр Утурме» разглядается как эффективный элемент выховавшей работы. Непосредственно у 24-й колонии театральная студия была створена в 2010-м. Новые спектакли тут ставятся что год. Причем самая первая постановка была на белорусской мове. Два ты дни тому у колонии отбылся первый премьерный показ пьесы про мою мать и про мяне. Сюжет нескладанный. Однося на мать и дожки у разных ситуаций. Правда, для самих актрис тут глубокий сенс. Вырос театр, это же все, да дадя на ситуацию подходит, як негалепш. Наверное, в жизни той мы где-то недоиграли роль матери. Здесь хотелось бы восполнить этот пробел, как-то восстановить утраченное, выплеснуть эмоции, которые не успели выплеснуть и где-то оступились в своей жизни. По расчете департамента выконания покараний у постановку осудженных с 24-й колонии вырослили показать у 4-й колонии у Гомеля. Это одночасово и подарунок женщинам до 8-го века. И еще одна махчимость для осудженных оценить свои житевые приоритеты. Спектакль про мою мать и про меня это об их житии и взаимоотносинах с самыми близкими людьми. Это очень, я считаю, надо. По одной простой причине, что группа осужденных она вовлекается в полезную деятельность. И они способны через свои какие-то определенные таланты передавать хорошее, чистое тем, кто будет присутствовать из числа осужденных на театральных постановках. Душу лечит. А от души идет все в светлое уже дальше в восприятие окружающего мира, в действие, в оценку близких, в важности событий в жизни происходящих. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Святочную акцию до недоходящего дня Жаншин объявил Гомельский Аблдрамтеатр. Семага и восьмого саковика на спектакле Гомельского Аблдрамтеатра можно будет трапить у двоих пацанетного билета. Завтра у афиши музычная комедия «Дамы и гусары». У пятницу восьмого саковика на сцене гутарковая пьеса под назвой «Мушинам у в охот заборонены». Початок спектакля о восемнадцатой године. На улицах Гомеля гетой весной з'явятся гипоаллергенные яблони и леяновидные глиецинии. Озеленители рыхтуются до масштабных экспериментов. Так у першиню будут выкористовываться не молодые саджанцы, а уже дорослые деревы. Посадки проведут по новой методице. Выником повинна стать 90% выживальность рослин в городских умовах. Протягтаем в наступном сюжете. Это предприемство «Головный озеленитель Гомеля». Зараз утрыхтуют посадочный материал до весны. А кроме от туй, липы, ясени и клёны. С загазованностью справляются без проблем. И все ж выживальность дерев в городском мастероте завсюду была средней. Повысить ее до 90% все лето попробуют по экспериментальной методице. У першиню высадить буйномеры дорослые десятигодовые деревы. Выкопывать и перемешать на новое место их будут разом с землей. Диагетаганабелі специальную технику. Цельность корневой системы у нас достигается за счет корзин, которые мы изготовили на своем предприятии. Корзина, она держит больше куба земли, то есть корневой системе там есть где расти и для крупного растения там хватает питания. Еще такого не было. В этом году мы всю свою посадку весеннюю будем стоять только в виде крупномера. Зеленые зоны Гомеля поповнять на 14 тысяч экземпляры. Леяновидные глицинии и катальпы. Еще одна новинка – епоаллергенные виды яблонь. Одна из новых идей города Гомеля – это парк семейного типа, где каждая семья может посадить свое дерево по случаю бракосочетания рождения ребенка либо какого-то другого значимого события. Особливую увагу селита звернуть на молодые микрорайоны. По раннейшему фокусимы естральные улицы с великим потоком транспорту и зоны отпочинку. Кроме весновых субботников гомельские агрономы ждут весновых свят. До 8-го саковика подрихтовали больше 46 тысяч кветок. Середых тюльпаны, крокусы и гиацинты. Продавать кветки будут не только в специализованных кремах. Гандлевые мини-кропки появятся прямо на улице города. Кроме этого уже зараз вырушиваются рослины для городских кветников. В арсенале 500 тысяч видов у темлику и новые разновидности. Я бы сюда давала декондры, она бы читала с этими субботниками. Покуль ландшафтные дизайни растворяют в образы будущих композиций, затем с паперы идеи перенесут на городские улицы. Квятнейшим городом Гомель станет уже до 25-го красавика. Ганна Ковалева, Вольга Коновалова, телерадиокомпания Гомель при подтримце АТН. Супрасовники вытворчего объединения Беларус-Нафта провели правориентационный семинар на английской мове для студентов ГДУ имя Франциска Скарыны. У им приняли удел новушенцы экономичного и геолога и графичного факультета а так само педагоги ВНУ. Докладчики подрихтовали выступления об истории предприемства, основных аспектах с добычей и сбыту нафтопродуктов и международной деяности. Семинар поможет студентам развить профессийную компетенцию в питаниях нафтогазовой галины и удосконалить узровень мауленья и ведание специализованной лексики. А кроме того, такие сустречи с профессионалами мотивуют молодь працовать над собой, бо на рынку праца зараз ценится не просто ведание английской мовы, а таки накерунок як мова плюс профессия. Сфера применения делового английского да и вообще иностранных языков в нашей профессиональной деятельности довольно обширно. Это и деловые переговоры, и подготовка проведения презентаций, и неформальное деловое общение, чтение англоязычной профильной неадаптированной литературы, например, про новую технику и технологии, которые еще у нас не применяются, но уже широко используются нашими зарубежными коллегами. Также наши предприятия ежегодно проводят международную отраслевую конференцию. С одной стороны это углубление знания английского, но на конкретном практическом примере, потому что когда это делается в примере конкретного предприятия, а если говорить о Беларуснефте, то это уникальное предприятие, это предприятие, которое имеет огромную сеть своих отделений, филиалов вообще по всей стране, поэтому знать о том, какая деятельность у этого предприятия и рассматривать ее более узко, это очень хорошо. Замоцного ветра в Гомельской области заховывается штормовое попереджение с 7 и 8 гасаковика на большей части территории региона чакаются порывы ветру до 15-20 метров за секунду. Ближайшая ночью будет до 4 градусов мороза, завтра в день до 5-ти тепла. В пятницу 8 гасаковика слубки термометров поднимутся до плюс 13-ти, правда махшимые дожжи. Теплый и солнечный будет суббота 9 гасаковика. В неделю знов прогнозуются падки, дожжи, а в вечере навод мокрый снег. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Украденный плюшевый медведь как подарок на 8 марта. В Гомеле рецидивист стащил из магазина большую мягкую игрушку, чтобы в праздник порадовать любимую женщину. Сюрприз удался, но только эффект противоположный. Неожиданным для возлюбленной оказался визит милиции. Похититель медведя засветился на записи нескольких камер видеонаблюдения. Заснять вора с большой плюшевой игрушкой удалось даже случайным прохожим. Проанализировав видео, милиционеры смогли вычислить предприимчивого Ромео. Неизвестный мужчина пришел в магазин после открытия. Долго беседовал с продавцом, а затем вышел. Неожиданно работник торгового заведения увидел в окно, как данный мужчина несет огромного плюшевого мишку. Игрушка стояла на крыльце в качестве рекламного образца. Женщина выбежала из помещения, пытаясь остановить грабителя, однако тот потащил мишку подальше от магазина. По подозрению о совершении грабежа был задержан неработающий ранее неоднократно судимый гомельчанин 1983 года рождения. 11 фур и более сотни тонн яблок. Сотрудники таможни раскрыли незаконную схему по перевозке европейских фруктов из Беларуси в Россию. В страну соседку товар Витебскими и Могилевскими таможенниками. Последние остановили в своей области 9 грузовиков. По одному пришлось на наши Витебские регионы. Задержанный в Ветковском районе автомобиль Вольво перевозил 20 тонн груза на сумму в 13 тысяч долларов, а общая стоимость незаконно перевозимых яблок составила более 60 тысяч белорусских рублей. Перевозчик осуществил хранение товара, а также последующую его транспортировку без наличия соответствующих товаров сопроводительных документов, предусмотренное частью 4 статьи 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. В последующем экономическим судом Гомельской области перевозчик признан виновным и подвергнут штрафу в размере более 12 тысяч белорусских рублей. В Гомеле на улице Кожара грузовик наехал на пенсионерку. Для женщины ДТП оказалось смертельным. Машина двигалась задним ходом к магазину для выгрузки товара. На ее пути оказалась пожилая женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. ГАИ начинает большую разъяснительную работу. С 6 по 15 марта сотрудники госавтоинспекции по всей стране проводят профилактическую акцию «Берегите детей». В Гомельской области инспекторам предстоит посетить школы, детские сады и другие учреждения образования. С учащимися планируется провести разъяснительные беседы о правилах дорожного движения и практические занятия. Сегодня сотрудники ГАИ побывали в Гомельской школе номер 27, рассказали детям, как правильно и безопасно перейти дорогу, как подобрать и носить фликер, а также чего нельзя делать на проезжей части. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я, Александр Гамоля, благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь и Торигомель. Продолжают новости спорта в студии Павел Михно. Мозырская славя продолжает подготовку к чемпионату Беларуси по футболу. Мозыряне прибыли на учебно-тренировочный сбор в турецкий Белег с новичками команды. В состав клуба вошел Владислав Жук. 25-летний хавбэк уже выступал за красно-черных в сезонах 2016-17. Тогда воспитанник Столцовской Дюш сыграл 46 матчей и был признан лучшим игроком клуба. Со славией подписал контракт и 28-летний защитник Юрий Пантя. Воспитанник футбольной школы Буковина начал карьеру в молдавской команде Нистру. С 2015 года на протяжении трех сезонов выступал в крымских командах Бахчисарай и Крымтеплица. Напомню, славия стартует в чемпионате Беларуси 31 марта. Мозыряне сыграют в гостях с Динамо Минск. К старту нового сезона готовится и футбольный клуб «Локомотив». Ряды железнодорожников пополнили хавбэк Алексей Гудов и защитник Георгий Монастырский. 19-летний Алексей Гудов с 2016 года выступал за дублирующий состав «Городеи». Воспитанник Сахарных провел 45 матчей и отличился двумя голами. 21-летний Георгий Монастырский уже выступал с 2017 года за «Локомотив», однако по окончанию минувшего сезона покинул команду. Он провел один гол. Напомню, для «Гоменского локомотива», выступающего в первой лиге национального первенства, официальный сезон начнется 9 марта. Железнодорожникам предстоит матч четвертьфинала Кубка страны против Витебска. Тренерский штаб юношеской сборной Беларуси определил расширенный состав команды на чемпионат мира. В списке штаба Евгения Ясаулова значится 44 игрока, среди которых есть и гомельчане. Защитники Павел Денисов и Егор Юзленко, а также нападающие Александр Антошков, Сергей Карпович, Олег Кочеловский. Чемпионат мира пройдет в Швеции с 18 по 28 апреля. Волейбольная энергия завершила регулярно чемпионат Беларуси в тройке лидеров. Подопечные Дмитрия Лихорада потерпели два поражения в заключительном туре от Солигорского шахтера со счетом 3-1 и 3-0. Однако, это не помешало завершить выступление в тройке сильнейших команд дивизиона А. В активе гомельчан 83 очка. В первом раунде серии плей-офф волейболисты энергии встретятся с Борисовским Батэ БГУФК. Первый поединок пройдет 10 марта на паркете столичного Виталюра. Начало в 17.00. Гомельчанка Ульяна Миненкова отправилась на международный учебно-тренировочный сбор на пути к золоту. Он проходит с 4 по 9 марта. В чешском Нимбурге собрались спортсмены из более чем 40 стран. Для национальной сборной нашей страны это мероприятие один из этапов подготовки ко вторым европейским играм. Напомним, они пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Завершился открытый республиканский турнир Клинки Полесье. За звание лучшего боролись девушки и юноши 2004 года рождения и моложе. В соревнованиях участвовали свыше 250 спортсменов со всей Беларуси. Нашу область представляли 30 человек. Всего в копилке гомельчан пять медалей. Тяжело было. Вообще фехтование сложный вид спорта. И главное сосредоточиться. И вот эти вот все эмоции сложно рассказать. Это надо прочувствовать самим, отстать на дорожку, профехтовать. Потому что так их не передашь. Гомельские ребята, скажем так, неплохо выступили. Сабля мальчики старший возраст, который 2004-2005, у нас заняли второе и третье место. Помладше дети, которые недавно начали заниматься. Ну, тоже не последние в серединке, скажем так. По итогу этих соревнований будет сформирована сборная на турнир «Олимпийские надежды», который пройдет 27 марта. Ближайший старт для гомельчан юниорский чемпионат в Бресте. Он стартует 9 марта. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова